Продолжение следует... Масштабируемость, модульность, структурированность, переносимость, возможность повторного использования исходного кода. Аналогично тому, как на рубеже 70-80-х годов прошлого века языки процедурного программирования были вытеснены языками объектно-ориентированного программирования, что позволило преодолеть некоторый барьер сложности, измеряемый по разным оценкам пятью, десятью, тысячами строк исходного кода, современные практики архитектурного проектирования позволяют снять и этот барьер, точнее передвинуть его на один или два порядка величины. Сегодня, благодаря осознанной архитектурной работе и целенаправленному решению архитектурных проблем объектно-ориентированного проектирования или дизайна, индивидуальным разработчикам и небольшим командам под силу создания систем, сложность которых измеряется сотнями тысяч строк исходного кода. Посмотрим, каким же образом это делается, какие проблемы встают на пути разработчиков и какие решения предлагают отраслевые практики. Однако, прежде чем погрузиться в пучину архитектурных проблем и их возможных решений, сделаем одно небольшое, но крайне важное замечание. Архитектурные задачи, как правило, не имеют единственно правильного решения. В силу этого сама архитектурная работа по своему характеру и своей сути ближе к искусству, нежели к инженерному творчеству. Первостепенной задачей архитектора в этом случае становится поиск возможного компромисса, нацеленного на устранение того или иного конфликта в программной архитектуре. К сожалению, многие такие конфликты являются неустранимыми полностью по своей сути. Примерами таких сложно решаемых задач и трудно устранимых конфликтов в программной архитектуре являются ранее вскользь упомянутые нами конфликты гибкость против простоты и эффективность против безопасности. Конфликт гибкости против простоты связан с невозможностью создания такой программной системы, которая имела бы несложный архитектурный дизайн, но в то же время допускала бы незатрудненную возможность конфигурирования или настройки как на этапе ее сборки, так и на этапах установки, запуска и непосредственной работы. Внедрение в программную систему любых инструментов настройки, конфигурирования, адаптации и т.д. одновременно усложняет ее архитектуру. В связи с этим проектирование любой системы заключается в поиске выгодного для различных заинтересованных сторон решения. Лежащего на воображаемой шкале гибкость и простота. Что же касается еще одного неустранимого архитектурного конфликта – безопасность против эффективности, то о нем мы более подробно говорили в контексте контрактного и защитного программирования. Ряд других аналогичных архитектурных конфликтов приведен на текущем слайде. Их рассмотрение мы оставляем нашим уважаемым зрителям. Однако в анализе тех проблем, которые представлены данными конфликтами, нет ничего сложного. Решение перечисленных и других архитектурных проблем, поиск компромиссов и устранение конфликтов возможны на различных уровнях архитектуры, как микро- так и макроуровни. В контексте нашего курса наибольший интерес, разумеется, для нас представляет микроархитектура, то есть архитектура методов, классов, пакетов и других базовых программных элементов. В этом смысле работа над микроархитектурой программной системы в первую очередь предполагает решение четырех основополагающих проблем проектирования, которые названы на текущем слайде и ждут того, чтобы мы с вами подробно их обсудили. Для удобства их обсуждения объединим проблемы микроархитектуры в пары и обсудим первую пару таких проблем, которые мы определяем как идентификация состава и степени детализации объектов. Обсуждая эту пару проблем, мы не будем существенным образом проводить различия между классом как типом данных и объектом как его экземпляром. Проблема определения состава и степени детализации в равной мере применима к каждому из них. Теоретические основы объектно-ориентированного программирования гласят, что класс является органичным объединением атрибутов и методов. Атрибуты отвечают за содержательную сторону и описывают состояние некоторой части программной системы. Методы отвечают за алгоритмическую сторону и задают правила, по которым осуществляется обработка внешних запросов или поведение той самой части программной системы. Избыточное количество атрибутов и методов ведет к формированию так называемых «божественных» классов, которые берут на себя слишком многое и тем самым нарушают уже известный вам принцип единственной ответственности SRP. Другой крайностью являются так называемые «ленивые» классы, которые избегают какой-либо ответственности, делегируя выполнение поступающих к ним запросов иным участникам программной системы. Обратите внимание, что, переходя к вопросам проектирования программных систем, мы проводим определенную аналогию между методами и запросами к классам. На самом деле, класс не может существовать изолированно. Он взаимодействует с другими такими же или иными классами в объектно-ориентированной системе, посылая и принимая от других участников программы запросы. В этом случае, внешние сторонние по отношению к рассматриваемому классу участники становятся его клиентами, а сам класс – своеобразным сервером, способным обслуживать те или иные запросы, обрабатывая поступающие к нему обращения. Обработка запросов – это удел методов, образующих открытый или публичный интерфейс класса. Это означает, что те методы, которые не являются открытыми, а входят в закрытую или защищенную часть класса, безусловно, важны, но с архитектурных позиций образуют реализацию и носят вспомогательный характер. Но ответим на другой вопрос. Какие классы образуют нашу систему? Откуда они берутся? Исходные предположения о первоначальном составе классов программной системы можно составить, смоделировав ту часть реального мира, автоматизацией которой или созданию которой посвящена наша будущая система. Такие классы, а возможно и их экземпляры, по аналогии с понятиями из теории построения баз данных, можно назвать естественными классами или естественными объектами. Но наряду с естественными классами в системе рано или поздно образуются абсолютно искусственные конструкции, такие как контейнеры, фабрики, адаптеры, итераторы и иже с ними. Большинство искусственных объектов необходимы только нам, программистам, для эффективного построения и обслуживания различных компонентов программной системы. Часть таких искусственных объектов возникает спонтанно, однако большинство внедряются в программную систему осознанно, иногда в результате перестройки самой системы, либо включения в ее состав, реализации в ней тех или иных шаблонов или паттернов объектно-ориентированного проектирования. Каждый шаблон, реализованный в составе программной системы, решает ту или иную задачу, добавляя системе гибкости, масштабируемости или иные полезные качества. Успешная в свете всего перечисленного микроархитектура обеспечивает отсутствие в программной системе ленивых и божественных классов. Она гарантирует, что все необходимые сущности реального или фантазийного, скажем, игрового мира представлены объектами или классами. При этом среди объектов и классов нет ничего лишнего, как среди естественных, так и среди искусственных участников программной системы. Каждый участник системы имеет свою ответственность, и эта ответственность единственная в соответствии с первым принципом SOLID. Вторая пара проблем объектно-ориентированного проектирования связана с корректным определением интерфейса и реализацией каждого программного элемента. Как мы уже говорили, класс можно рассматривать как двойственную сущность, объединяющую интерфейс с одной стороны и реализацию с другой. Интерфейс является открытой частью класса, а реализация закрытой. В зависимости от полноты определения реализации классы делятся на конкретные и абстрактные. Абстрактные классы, в свою очередь, не допускают инстанцирование или создание соответствующих объектов. Что же касается интерфейса, то интерфейс это, по сути, совокупность сигнатур открытых или публичных методов класса. Каждая сигнатура, в свою очередь, представляет собой совокупность имени метода, перечня его формальных параметров и типа возвращаемого значения. Методы классов могут перегружаться, а при участии самих классов в иерархиях наследования и перекрываться. Перегрузка методов классов удобный способ унифицировать порядок обращения к данному классу со стороны его внешних клиентов. В свою очередь, перекрытие адресует нас к вопросам раннего или статического и позднего или динамического связывания методов, которые делаются возможным благодаря полиморфизму подтипов. Между понятиями класс и тип довольно часто ставят знак равенства. Однако сейчас наступил момент, когда нам необходимо научиться их различать. контексты, в которых понятие «класс» и «тип» необходимо различать, встречаются весьма редко. Однако, когда это происходит, речь определенно идет не о программировании, а об архитектуре или, скорее всего, микроархитектуре программной системы. В связи с этим, под классом мы предлагаем понимать, как и прежде, абстрактный программно-инженерный объект, который в первую очередь служит для создания своих экземпляров, выступая образцом для формирования объектов данных в памяти вычислительного процесса. С другой стороны, под типом мы предлагаем понимать множество операций, которые способен выполнять, или запросов, которые способен обрабатывать тот или иной участник программной системы. Такое рассмотрение понятия типа носит гораздо более математический, или, точнее, алгебраический характер, чем, возможно, привыкли многие из наших зрителей. Однако необходимо напомнить, что с точки зрения математики само понятие алгебры вводится как совокупность разрешенных значений на некотором универсиуме и набор операций, которые возможны над этими значениями. Таким образом, понятие типа в программировании очень близко к понятию алгебры. Это означает, что точно так же с алгебраических, или, если так будет проще, хотя и не совсем корректно теоретика множественных позиций, мы можем ввести понятия супертипа и подтипа. Но для начала напомним традиционное толкование понятий над и подкласса. Над-класс или супер-класс, базовый или родительский класс является обобщением генерализацией рассматриваемого класса. В связи с тем, что классы потомки могут приписывать к множеству операций базовых классов свои собственные, но не наоборот, базовые классы, как правило, функционально более ограничены, чем их прямые или косвенные потомки. Сказанное означает, что в иерархии открыто, выражаясь языком C++, на следующих друг другу классов, супер-классы или над-классы функционально более бедны и обеспечивают гораздо более ограниченный набор возможных операций или запросов, чем под-классы. В предлагаемой нами классификации типов все ровно наоборот. Тип – это множество разрешенных операций. Поэтому супертип, как над-множество, охватывает больше возможных операций, нежели под-тип или под-множество. В этом смысле приставки над и под в мире классов и мире типов имеют, с нашей точки зрения, прямо противоположное значение. Конечно, привыкнуть к такому положению дел непросто. Однако оно является наиболее естественным. А все противоречие кажущимся, поскольку теория классов разрабатывалась в программировании и в программной инженерии, а теория типов преимущественно имеет математическое происхождение. Но и этот терминологический казус не является главным в рассмотрении обсуждаемых проблем объектно-ориентированного проектирования. Главным является возможное соотношение между классами и типами в микроархитектуре приложения, Кажущиеся наиболее логичными ответы один к одному являются в любом случае неверными. Каждый класс может иметь несколько типов. С другой стороны, один и тот же тип может быть представлен несколькими классами одновременно. Ситуация, в которой класс имеет или точнее говоря реализует имплементирует несколько типов является достаточно стандартной. Для примера класс может являться контейнером тип номер один и при этом не допускать копирования своих экземпляров тип номер два. С другой стороны, прекрасно известные типы последовательных контейнеров из стандартной библиотеки шаблонов представлены в этой библиотеке несколькими классами сразу, причем эти классы, как вы прекрасно помните, не имеют какого-либо единого предка. В этом случае имплементация одного и того же типа несколькими совершенно различными классами является результатом успешного соблюдения определенных договоренностей. такая конвенциональность как мы уже говорили может распространяться и за пределы библиотеки стэйт поскольку в той же самой коллекции библиотек буст тоже без труда можно найти стэйт совместимые контейнеры. Наконец программно-инженерный класс в отличие от алгебраического типа является инструментом повторного использования кода при написании приложения. Повторное использование в объектно-ориентированных системах достигается по-разному. Двумя основными способами повторного использования являются наследование и агрегация либо частный случай композиция объектов. При наследовании повторное использование наблюдается в случае когда производный класс задействует методы базового. Повторное использование кода путем агрегации или композиции достигается посредством инстанцирования экземпляров и в особых комментариях не нуждается. Возвращаясь к вопросу использования типовых архитектурных решений шаблонов или паттернов объектно-ориентированного проектирования следует заметить, что традиционно эти шаблоны делятся на две неравные группы в зависимости от того, какая стратегия повторного использования объектно-ориентированного кода выбрана разработчикам. Если выбор пал на стратегию повторного использования путем наследования, говорят о шаблонах объектно-ориентированного проектирования уровня классов. Если же предпочтение отдается повторному использованию путем агрегации или композиции объектов, то говорят о шаблонах объектно-ориентированного проектирования уровня объектов. Эти термины мы еще будем использовать. Причем совсем скоро. Приступая к разговору о практиках проектирования и перепроектирования объектно-ориентированных систем, нельзя не обратить внимание на основные причины такого перепроектирования. Пожалуй, самой распространенной причиной перепроектирования систем является появление в них паразитных архитектурных зависимостей. Такие зависимости могут иметь самый разный характер. Зависимость от реализации класса, зависимость от алгоритма, зависимость от программной платформы или от оборудования. Еще одна причина перепроектирования объектно-ориентированных систем связана с возможным появлением в их составе тяжеловесных классов, которые, если нельзя назвать божественными, то уж точно следует подвергнуть процедуре рефакторинга для продления срока их жизни. Такие тяжеловесные классы могут формироваться эволюционным путем в ситуациях, когда команда разработчиков увлекается практикой наследования как основной стратегией повторного использования кода. Выходом из такой неприятной ситуации является переориентация на альтернативную стратегию повторного использования кода, а именно на агрегацию или композицию объектов. Снизить вероятность возникновения подобных зависимостей, а значит и потребность в перепроектировании систем, может соблюдение ряда несложных правил, которые представлены на текущем слайде и ключевым среди которых является принцип проектирования в соответствии с интерфейсами. Проектирование в соответствии с интерфейсами означает отказ от проектирования в соответствии с реализацией. В известном смысле эту идею пропагандируют приверженцы парадигмы проектирования API First, которые утверждают, что в любой сложной системе сначала должны проектироваться интерфейсы программирования API, а лишь затем разрабатываться сервер и возможные клиенты к нему. КОНЕЦ Продолжение следует...